Я построила этот ресторан абсолютно в непривычной для себя парадигме построения бизнес-процессов. Вот это вот буквально стены крестьянской избы. Я ботаник, я люблю учиться, да трясучки. Утро начинаю зимой с того, что я хожу и выковыриваю морковки снеговиков и готовлю потом из них салат. Но простыми словами, это маленькая домашняя хозяйственная баба. Кажется, вот в 2000-х дурак только ресторан не открыл. Оставалось только одно, научиться готовить. У вас есть какие-то планы сделать еще какое-то количество ресторанов? Нет. Это не Олимпиада, и звезд не было три. Меня не отобрало никого звезду. Это только самое начало. Вообще самое начало. Я пока еще ничего не сделала. Продолжение следует... Скажите про картины. Это же вы рисуете. Да. Я очень долго рисовала цветы. И очень долго рисовала. Вот если мы сюда подойдем, на самом деле специально достала. Это, правда, еще не законченные работы. Так как у нас появилась возможность фотографировать, я теперь могу заканчивать. Это акварель. А это акварель я уже с чем-то там намешала. Ну, на самом деле, с белилами просто. Акварель с белилами. Вот мне не нравится, что такое-нибудь подарю. Вот. И сначала я рисовала очень много акварелью. Я продолжаю. Но в какой-то момент у меня накопилось определенное количество работ. Я сделала выставку. Меня пригласили. Скажут, не хочешь в Союз художник поступить? Я говорю, в Союз не хочу, а выставку сделаю. И у меня очень красивая была акварельная секция. Мне не купили ни одной работы. Акварель не прощает ошибок. Акварель самая сложная техника. Мне сейчас практически мало кто рисует. Но акварель, кажется, людям легковесная и очень легко исполнилась. То есть, да, ну, как бы, ну, что там, вот, акварель, да. А то, что я и буду год рисовать вот эту акварель, это, как бы, не считается. И, ну, максимум, цена, которую предлагали, ну, типа, там, 10 тысяч рублей за рамки. Ну, как я серьезно сказала, вы что, издеваетесь? Я начала рисовать маслом. Причем, начала рисовать маслом. И, ну, у меня много работы висит. Ну, можем так где-то, наверное, пройтись. Маслом рисовать удобнее, потому что есть возможность использования белил. Вот. Здесь я прям сильно злоупотребила этим, потому что я ее замучила. Она такая уже бесцветная работа. Ну, что-то тут прописала. Это вообще старая работа 100-летней давности. А это тоже вы? Да, это я рисовала Варю. Ну, в молодости, да, он сейчас существеннее морщинистее стал. У него волос меньше раз в 5, наверное. Ну, есть еще. И ваша дочь? Старшая, да. А дочь сейчас, она, ну, уже ей 22 года. Она со мной работает. Здесь тоже, ну, это вот период, когда у меня были пивные рестораны. Это просто мы катались на лыжах, я купила открытки и сделала такие, ну, а-ля... Это вы перерисовывали открытки? Да, прям открытка гуашью банально перерисована, там, темпера гуашь. Очень простая. А расскажите про пивные рестораны. Это что это такое? Это был ресторан Лендерхоф, ну, он и есть на самом деле. Вообще, это такой мой первый удачный коммерческий опыт. Они до сих пор открыты. До сих пор, да, работают. В той же концепции. Суммарно их было три. Продавать я их начала, там, в связи с определенными проблемами со здоровьем. И просто было тяжело, реально. Ну, я вообще думала, что я умру через пять лет. Будем назвать вещи своими именами. Поэтому, как бы, рестораны отходили на второй план. А я потихонечку решила, что надо учить японский язык. И, ну, и просто, как бы, пожить. У вас очень много увлечений. Ну, да, мне 46 уже скоро. А может, вы все перечислили, чем вы увлекаетесь? Первое, наверное, самое такое большое, это конный спорт. Это то, что мне прям нравится. Но мы не берем профессиональную гастрономию, да, потому что это уже теперь не увлечение, это работа. И надо сказать, что как только это перешло в серьезную нагрузку рабочую, то такой вот энтузиазм и волшебство куда-то начали испаряться потихонечку. Ну, серьезно, так оно и есть. Вот. Второе влечение давнее тоже с детства – это шахматы. Вот я в свое время выполнила первый разряд. Хорошо играю в шахматы, постоянно играю, каждый день. Третье, наверное, важное увлечение. Ну, не увлечение, а, наверное, профессия – это живопись. Третье, не какое-то там. Первое, второе. Что еще? Читать я люблю. Вот это все, мне кажется, все любят. И увлечение по принуждению, скажем так, чтобы с мужем проводить отдых – это дайвинг. У нас прям такая история интересная. Мы ныряем часто на одних и тех же сайтах. Катастрофически кораллы гибнут. Катастрофически. Ты плывешь, морские ежи, серые убитые кораллы, и над тобой, например, вот это я прямо из жизни вспоминаю, над тобой, например, какой-то корабль, которого там не должно быть, такой гул идет. Я потом вынырнула, и у меня реально паника была. Корабль сбрасывал отходы. На кораллы риф. Ну, слава богу, что не на нас, но этот шум был дикий совершенно. Неприятно. Неприятно. Еще у вас есть диссертация кандидатской протестов. Это будет докторская протестка к социальным институту, а кандидатская диссертация – это имидж социальной роли политика. То есть вы еще и политолог. Ну, политолог, да. Долгожданное событие для российской ресторанной индустрии не обошло стороной и московских девелоперов. Сразу два ресторана в жилых комплексах компании «Мэр Групп» были отмечены в красном путеводителе «Мишлен Россия». Это рестораны «Паризьен» в комплексе «Царская площадь» и «Корнер кафе» в Завеловской сети. Следующими в списке номинантов на рестораны «Оскар» могут стать рестораны нового проекта компании «Хайт». Создатели комплекса объединили все необходимое для комфортной жизни в столице и преимущество загородного отдыха. Модные динамичные снаружи и потрясающе удобные внутри. Он охраняет покой и уединенность своих жителей. Проект «Хайт» от «Мэр Групп» – это три небоскреба высотой в 41 этаж. Они отлично вписываются в архитектуру престижного района Москвы неподалеку от заказника долины реки Сетунь. В двух минутах езды – третье транспортное кольцо, в пяти – Кутузовский проспект. Каждое здание уникально и имеет свое название. Вестдейл смотрит на запад, Риверсайд стоит ближе всего к реке Сетунь, а окна небоскреба «Парклайн» выходят на зеленый сад. В квартирах высокие потолки – 3,4 метра, а панорамные окна в пол открывают жильцам потрясающие виды на Воровьевы горы, МГУ, Москва-Сити, Москву-реку и Новодевичий монастырь. Здесь есть двухкомнатные лофты евроформата, четырехкомнатные квартиры и роскошные пентхаусы на верхних этажах. Все квартиры с базовой отделкой MR-BASE. Ландшафтный дизайн территории жилого комплекса «Хайт» выполнен в естественном стиле, с подстриженными газонами и природным амфитеатром. Тут есть зоны воркаута, места для прогулок и занятий йогой. У комплекса своя закрытая территория с круглосуточной охраной. Попасть в здание можно в том числе по биометрии. Все необходимое для жизни в соответствии с концепцией вертикального города можно найти на территории комплекса – супермаркет, аптеку, химчистку и детский центр развития. Кроме того, к услугам жителей – доставка еды, колясочная, зона для мытья лап домашним питомцам после прогулок и многое другое. Благодаря подземному паркингу с зарядкой для электромобилей, большую часть территории удалось отвезти под благоустройство. Специально для любителей велопрогулок здесь оборудованы велопарковки и удобный выезд на Воробьевскую набережную. В 10 минутах езды – нескучный сад и парк Горьков. Специально для Хайт была разработана концепция организации общественного пространства – LifeSpace. Для удаленной работы есть хоум-офис с уютными переговорками, а для отдыха – терраса с зоной барбекю, библиотек и фитнес-зал. Подробнее о жилом комплексе Хайт можно узнать по ссылке в описании к этому видео. А вообще расскажите про детство, про ваших родителей. Мама – художник. Она окончила худграф Орловский на тот момент. Мы жили в Орле. А папа – он социолог. Они поженились рано. Маме было, по-моему, 18, что ли, 19. А папе 29, у нас 9 лет старше. Вот. И… ну такой прям ученый, профессор. Что вы больше всего из детства запомнили? Что на вас повлияло? Бабушку, которая не давала мне кошек и собак заводить. У них поэтому три. Серьезно. Вообще. Компенсация. Компенсация. Это вообще правда. Ну правда, у нас бабушка приезжала, мы прятали кошку к соседям, когда уже в Москве жили. Вот это вообще прямо первое, что приходит. У нее была Евгения, она просто не любила кошек. Нет, она просто была строгая, такая, как это называется, партийная женщина. Она какой-то была там, секретарь райисполкома в Орле. Слушайте, да я особо не помню ничего. У меня какой-то до 11 лет, мы жили в Орле, горку помню, санки, блины на масленицу. Вот какие-то вот такие воспоминания. Кстати, я помню, еще я помню, я готовила все время. То есть у мамы была книжка, она готовила черемуховый торт и что-то еще. Но у нас, вот я на самом деле очень много слышу от ребят, что у меня там дедушка готовил, бабушка готовила, все готовили и все вот такие потомственные. Нет, у меня вообще такого не было в семье, ни культа еды, ничего. То есть у меня мама с папой все время работали и вообще их мало видела. Вот поэтому, и вот ты нечего вспомнить, слушайте. Вот сейчас сижу, там что-то сказали. Хорошо, не сказать отлично. Но я когда решила поступать в художественное училище, я пришла к директору школы. Точнее она меня вызвала, сказала, что ты что, сумасшедшая? У меня очень хорошо было с биологией, математикой. А в художественное училище поступали после восьмого класса. Да, это был нонсенс. Ну то есть я училась лучше всех в классе. Я ботаник, я прям, я ботаник, я люблю учиться. Да три сучки. Я просто вот, ну, мне нравится. Я все время что-то читаю, изучаю. И после работы еду, и каждый вечер сажусь, по два часа учусь. Чему сейчас учусь? Перевожу книжки. Читаю статьи. Сейчас изучаю ферментацию. Очень много читала про вообще sustainability, zero waste, про ESG. Откуда возникла тенденция, что это такое. Сейчас изучаю, не смейтесь только, какие животные, ну, каких животных хочу на фермер свести. Кура такой породы, почему для бульона одни, а для этого другие. Ужас, все время учусь. И я вот, и, кстати, с детства я прям, я очень люблю учиться. И у меня была свобода такая, вообще, как бы, при том, что родители очень много работали, у меня всегда была от папы, и вот сейчас от спруга поддержка. То есть мне в этом, я считаю, очень повезло, слава богу. Ну, вы закончили училище? Конечно. Я все закончила. У нас такого не было в семье. Это у меня дети, знаете, пошли, пришли, ушли, передумали. Раньше нельзя было, да, раньше. Поступил, да? Мне, я даже мысли такой нет в голове, чтобы я пришла, сказала, папа, я передумала учиться, я хочу учиться в другом заведении. А сейчас это нормально. Хотя я ходила на курсы, я мечтала на психфакт поступить в МГУ. Потом вот это, и потом я еще закончила мархи, там, двухгодичные такие сделали, как типа второе высшее образование, ну, просто дизайн интерьера, дизайн внутренних пространств, по-моему. А потом, потом была аспирантура, и потом было, потом было РМА. Уже на тот момент был Лендер Хофф, и опять же... Вы уже были замужем. Да, я замуж рано вышла. Я вышла замуж, 21 год. Ого. У 23 родила ребенка. Мы почти 25 лет, что ли, с мужем. До этого два года встречались. У меня все... Где вы познакомились? В МДМ. Ну, дискотеки. Дискотеки, да. Вообще. Просто серьезно. И тогда еще Иванушки Интернешнл пели, я помню. Да, Полина, и фух, вот это вот. Серьезно. Я первый раз их видела на сцене. Мы познакомились в МДМ. Он был студентом Мехмата. По-моему, в академии торговал на бирже. Родители мои, по-моему, его не очень одобряли. Ну, потому что он жил в общежитии. И, ну, он сам из-под Тамбова, такой город Уварово. Вот. Ну, а у меня все-таки, типа, папа профессор, мама доцент. Сейчас одобряют? Да. Вот, и поженились. Потом родился ребенок. Как раз я с диплом защищала, уже, я помню, с животом. И практически на рождение ребенка закончились мои вот эти выезды на предвыборной кампании. Потому что все-таки это, ну, месячные командировки. Я, подождите, я что-то упустила. Вы учились в художественном училище. Училище, потом институт в АШГД. Все. Дальше я защитилась, у меня родился ребенок. Но я выезжала с папой. Это были выборы там, Россель, еще кто-то, на Камчатке. На Камчатке, кстати, уже после свадьбы была. Все это было до рождения дочки. Чем я занималась на предвыборных кампаниях? Абсолютно по профилю. Я работала как имиджмейкер. Я занималась листовками. Я занималась оформлением визуальным плакатов и так далее и тому подобное. То есть я работала как графический дизайнер по своей специальности. И абсолютно логичным у меня накопился эмпирический материал. То есть это не просто же такая тупая работа. Ты смотришь, анализируешь. Ты участвуешь в штабе, когда проводятся какие-то социологические исследования. Ты смотришь, что ты делаешь. Каким образом ты выстраиваешь имидж политика. Отсюда родилась кандидатская. Это прям моя тема. Кстати, очень хорошо платили на компаниях. Да, вообще хорошо платили на компаниях. Очень хорошо. Я помню, я свою первую машину купила после предвыборной компании в Петропавловске-Камчатском. Это мне был 21 с копейкой. То есть я вышла замуж и сразу поехала в командировку. Там чуть ли не три месяца. А потом уже как раз возник Лендерхоф. То есть уже Варя была, сколько ей было, два там. Я читала, что Лендерхоф у вас возник тогда, когда ваш муж решил дифферсифицировать свой бизнес. Да, так оно и есть. Да, правда, правда. Я помню, было какое-то мероприятие корпоративное. Ну и как-то я уже ребенка откормила и ничем не занималась. Так получилось, что мне предложили, давайте, говорит, ресторан сделаем. Давайте. Я въедлива. У меня вот такая папка была. Я начала изучать, что это такое. Вам предложили, кто предложил? Муж и друзья его. Ну, муж и друзья. А что у мужа за бизнес? У него нет своего бизнеса. Он работает. Короче, мы с ним поженились. И он вышел на работу. Тогда это была компания «Северсталь Транс». Менеджером. Прям вот линейным менеджером. 24 года назад, что ли. Он до сих пор там работает. Сейчас он гендиректор в одной из компаний. Северстали? Нет, не Северстали. Группа. Ну, Гру там. В одной из группы. Вентранс потом они. Да. То есть они вообще сейчас все уже развалились. То есть это была большая какая-то компания. Потом это все уже поделились. Вот. И они занимаются строительством в рамках компании. Но Лендерхофт это был уже все-таки ваш бизнес. Полностью наш. Как вот эта идея вообще появилась? Вот к вам пришел муж и сказал, давай ресторан сделаем. Да буквально. Вот просто да, пришел. Я ему доверяю, потому что он... Ну, мы с ним такие, вы знаете. А почему ресторан? Ему все время хотелось делать ресторан? Или... А вы знаете, мне кажется, вот в двухтысячных... Голомотно. Дурак только ресторан не открыл. Вообще до сих пор, мне кажется, когда у человека начинают какие-то появляются идеи, ресторан... Хотя никому не рекомендую, вообще никому не рекомендую. И вот сама не открываю ни второй сейчас, ни третий, не буду. Потому что все-таки ресторан это сложный бизнес. Это полный цикл производства. И вообще, если бы я знала, что это такое... Ну, если бы я не знала, что потом у меня будет биологи, но знала весь период до биологи, я бы не влезла в это. Но если бы я знала, что мне надо пройти вот это все, то, что я прошла, и потом будет биологи, я бы влезла в это. То есть это такое, знаете, это такая квинтэссенция оказаться на своем месте и, наконец-то, встать на свой путь. Да, буквально вот так. И почему пивной? Потому что начали искать через... Я думаю, надо какого-то директора, я же в этом не разбираюсь. И мой друг посоветовал мне парня, и парень открывал пивные рестораны, тогда еще в митинг. У него был опыт с пивными ресторанами, поэтому пивной. Ну, вот череда случайностей. Череда случайностей. Ну, а какие могут быть не случаи? Это же вообще авантюры. То есть человек, который вообще ничего не понимает в ресторанном бизнесе, и второй человек, который тоже ничего в этом не понимает, начинают открывать ресторан, находят третьего человека, который в этом понимает. Такое, 15 лет, и они получают Мишнянскую звезду. Вот эти люди, которые... Да, да, да. Ничего не знают. Но за 15... 20. 20? 20 лет, Элендер Хофф. Опыт большой. Ну, я так все время-то, конечно... Я такая въедливая баба-то. То есть я не так, типа, там, пришла в ресторан, попила кофе, вышла. Нет. Но Элендер Хофф был не единственный ресторан, которым его управляли. Были еще какие-то, да? Нет, было вообще суммарно три Элендер Хоффа. Но, вот я говорю, пришлось продать в связи с тем, что... Ну, в общем, я думала, что, так сказать, на взлет. Идем на взлет. Через какое-то время. Вот. Элендер Хофф на Ломоносовском последний момент я продала. Потом уже случился кризис, девальвация рубля. А я его прям хорошо продала. Знаете, вот я вам так скажу. Вот я не человек цели вообще. Я человек пути. Вы просто получаете удовольствие от того. Я просто кайфую. Да, и все. Мне просто класс. Мне интересно. Я вот даже вот я сижу, я даже счастлива от того, что, может быть, это из-за онкологии. Это возможно. То, что человек, когда, ну, стоял там, и ему дали еще жить, и когда ты понимаешь, что ты мог, ну, ты с этим жил, да, то есть я там три года жила с тем, что я не буду жить. Но мне сказали, что надо радиотерапию вырезать, а вот. Но я справилась. Я не вырезала. И после этого еще третьего ребенка родила. Онкология как-то поменяла ваше мировоззрение? Полностью, тотально. А что изменилось? Все. Я просто рада каждому дню. Вот просто каждому дню. Я очень философски смотрю на людей, потому что они это не прошли. И это самое страшное, что может случиться. Когда тебе было уже очень сильно страшно, очень сильно больно, а все остальное становится, ты сильным становишься. То есть ты, как бы, пройдя это, ты понимаешь, что все остальное, неудача в бизнесе, удача в бизнесе, какие-то проблемы, какие-то истории. При том, что я эмоциональный человек очень. Это всего лишь вот, ну, это мне дали жизнь. Мне вот Бог дал второй шанс жить. И еще и биология. Еще с бездарью шлем прилетел, это уже какой-то прикол. Я что-то, значит, еще такое отработала хорошее, мне кажется. Ну, что-то я сделала, значит. Я, кстати, вообще очень удивлена этому. Но я могу сказать, что я вкусно готовлю, правда. У меня, я училась не в России. Да, то есть, на самом деле, моему поварскому пути 7 лет на данный патрель. То есть я 6 лет назад пошла, отучилась в Рагу. Потом было, был ряд стажировок здесь, в России. То есть я очень много училась хлебу. Училась у Корденблю, училась у Екатерины Сваровской. Потом я совершила просто для себя беспрецедентный шаг. Я уехала в Испанию, там училась долго у лучших шеф-поваров, в лучших ресторанах. Верно ли, что кухня жовинистическое место очень? Но мне повезло, я не встречала ни у себя в ресторане, ни там, где я стажировалась. То есть в Европе все очень просто. Либо ты профессионал, либо нет. То есть вопрос, во-первых, все абсолютно разных национальностей. Во-вторых, первый ресторан европейский, куда я попала, у нас шеф-повар Елена Арзак, дочка Хуан Мэри Арзака, женщина. И, наверное, шеф-де-парти, это называется, Синтия ее звали. Это как типа, ну, хед-шеф, наверное, да, есть там бренд-шеф, а есть хед-шеф, который вот за кухней следит. Она тоже женщина. Плюс шеф-кондитер была женщина. Короче, много женщин. У Эндони Луиса Адониса, Мугариц-ресторан, там тоже, слушай, шеф-женщина, например, Эндони абсолютно, ну, не шовинистский товарищ, очень такой космополитичный. То есть я не встречала. Я помогал мне вообще, в принципе, на моем пути Арслан Бердиев, да, тоже мужчина, казалось бы. Он ко мне прекрасно относится. И я ему очень благодарна. Вот, он так наставничал, пока я не стала шефом. И, кстати, он мне сказал, когда я готова. То есть он мне помогал с выбором стажировок и так далее. У Димы Блинова я стажировалась в Харвесте, в Питере, ну, как бы тоже там, ну, вообще Дима и шовинизм, такого нет. Я была в тех проектах, где на кухне ты либо делаешь, либо не делаешь. Первый мой проект, в который я вышла, еще после школы Рагу, это был ресторан Биги, это был мой первый ресторан. Я туда вышла на позицию стажера, через день день была с шефом и выступала на амниворе от команды. Потом сделала предложение о покупке его. Нет, нет, я не выступала его. Нет, это вообще какая-то непонятная информация, на самом деле. Я отстажировалась там, выступила на амниворе и потом перешла в Северяне на следующую стажировку, уже в кондитерский шеф. И все, на этом моя история с Биги закончилась, потом Биги закрылся, и мы просто уже рассматривали эту площадку свободную. Уже ресторан был закрыт чуть ли не полгода на тот момент. Подождите, то есть вы пришли туда на стажировку, потом стали су-шефом, а потом снова пошли на стажировку в Северяне? Да. Зачем? Хотела посмотреть, ну, я училась. Смотрите, как может научиться повар? Повар, если хочет научиться и понять разные техники, он должен стажироваться. У меня в общей сложности, ну, если не брать перерыв, стажировки заняли три года. То есть это был год стажировок здесь, в России, потом я ушла в управление, и потом еще два года. То есть суммарно я три года, будем называть тысячи временами, работала бесплатно, чтобы меня учили. Но вы могли себе это позволить? Ну, как-то было даже тяжеловаться моментами. Но меня супруг поддерживал, да, тут в этом мне повезло, я согласна. Все-таки для того, чтобы такие вещи сделать, и вообще, ну, чтобы пройти такой сложный путь, рядом, конечно, должно быть плечо, безусловно. Мне повезло, у меня прекрасный муж, ну, как бы такой счастливый билет, скажем так. А вы кем себя больше считаете, все-таки поваром сейчас или управленцем? Сто процентов поваром. Я принципиально, я даже не знаю, какие обороты в ресторане. Я принципиально ушла от управления на 200%. У меня есть Ксения, которая занимается всем, которую я взяла, она была барменом, я ее сама научила, подсказываю ей периодически. Помогаю, безусловно, я помогла построить бюджет, я помогла сделать ПНЛ. То есть понятно, что я всю эту систему построила и забыла. Но вы не занимаетесь оперативным управлением, но вы все равно контролируете. Нет, не контролирую. Ну, как контролирую, когда мне, например, на позиции тарелки не приносят? У меня там колокольчик есть такой. Громкий. Нельзя понимать, в чем дело. Я в какой-то момент устала от управления, потому что я все-таки творческий человек. Я, например, рисую все блюда. Я сначала рисую. Вы рисуете блюда. Я рисую блюда. У меня есть блюдо классное, ну, мне оно нравится просто из новых уже позиций, с перепелкой. Оно просто красивое. Я его когда отдаю, я прям кайфую, вкусно красивое. Я его нарисовала. И рисовала я его месяца полтора. Но мне очень, вот я, знаете, такой очень долго подхожу к чему-то, но потом очень быстро делаю. И вот у нас была фотосессия. Мне не хватало блюда на фотосессию. Я эту переполку сложила сразу. Она у меня уже была нарисована. То есть вот просто у меня был рисунок, были заготовки, мы ее просто взяли, сложили. И творчеству очень много внимания нужно уделять. И мне очень важно не отвлекаться. Потому что как только я начинаю, вот мы даже с вами, заметьте, я всегда, я все время стараюсь себя возвращать. Я начинаю отвечать на один вопрос, это прямо моя болезнь. И ухожу сразу куда-то в другой. То есть меня надо постоянно вот так собирать. И если я буду заниматься двумя вещами, то есть я человек одной вещи, одного пути. Для меня это важно. Если я хочу достигнуть, я должна быть чего-то большого, да, и правильно двигаться со всей своей энергией по этому пути, я для себя поняла, что я должна сосредотачиваться именно на этом. И сейчас я сосредоточена полностью на кухне. У меня тут масса книг и здесь, и там. Если мы заглянем в мою машину, там у меня в машине будет еще книг 10, которые я постоянно читаю. Вот. Я смотрю, перевожу, изучаю техники. Сейчас активно ферментацию изучаю. Вы читаете на английском, на испанском, на японском? На японском, да, читаю. Вот сейчас я более-менее подтянула английский до нужного мне уровня. Я думаю, у меня еще идет два месяца, и потом начну подтягивать испанский, потому что пока мы тут сидели в пандемии, у меня было мало общений. Когда я выехала на Мадрид Фьюжн первый раз, мне посчастливилось выступать на этом конгрессе реально с великими поварами. Мне представили фото моего холодильника, знаете, там, Роке, Алёхина, Дисрутар. Я его все оставила. Я поняла, что, ну, дальше, в принципе, можно уже идти на пенсию. И, в общем-то, эта фотография, это, как, знаете, я не знаю, вы там о чем-то мечтали. Ну, предположим, есть какие-то кумиры, да, и тут вы раз и с ними на одной площадке выступаете. Нас что заводит? Я просто счастлива была, как ребенок. Я абсолютно равнодушна к каким-то вещам, там, в виде шмоток, машин, там, и так далее, да. Но я обожаю вот такие ситуации, которые ты что-то делаешь, и тебя замечают, и у тебя появляется возможность пообщаться с этими людьми, и ты обогащаешься ментально-энергетически, знаниями. Ты смотришь, как они работают. Мне это очень много дало. Мне всегда казалось, скажите, если я не права, что работа повара достаточно тяжелая. Тяжелая. Вы стоите весь вечер на кухне. День. Какой вечер? Мы выходим в 10 и уходим в 10. У нас еще были завтраки долгое время, но так как у нас слишком много было гостей на завтраке, я рассчитывала, как завтраки, мы выходим все равно утром, кого-то мы покормим завтраками, пока будем делать заготовку. Но когда у нас вот здесь вот прям стала очередь, сюрреалистическое зрелище, буквально очередь, и еще часть людей сидела вот здесь в кафе, ждали, чтобы попасть, никакой заготовки речи не шло, и мы просто работая без выходных, я убрала завтраки, потом я убрала понедельники, сделала выходные, и за себя, и за командой. И сейчас я сделала вторники, только в 6 часов мы открываемся на вечерний сервис, потому что это реально тяжелая работа, и все равно тяжело. Вам не надоело? Нет. Это только самое начало. Вообще самое начало. Я пока еще ничего не сделала. Что готовить будем? Первое сделаем свеклу. Мы сначала запекаем свеклу, потом мы ее дегидрируем, высушиваем в чипсу, потом ферментируем в свекольном фреше, потом делаем соус. Вот сейчас я заправлю этим соусом, соус на основе смородины, свеклы и летом смородиновых листьев, а зимой с астрагоном. Ну, очень все просто. Блюдо вообще у нас все построено таким образом, что у нас тут два человека на этой раздаче, ну, большую достаточно посадку могут обслуживать, потому что все на заготовке. То есть вот это фермерское. Ужасный геморрой для нас, потому что нам приходится ездить за этим маской. Да, это строчтелло. Но она, знаете, строчтелло и строчтелло рознь. Понимаете, в чем дело? Блюдо формируется очень просто. Дальше мы сюда это выкладываем. По сути, кажется, что все очень просто. Но на заготовку этого блюда уходит сколько у нас? Два-три дня. И дальше тут интересная история. Дальше у меня возник вопрос, а как же мне быть с тем, что у меня оставалось жмых. Мы с ним сделали вот такую бумагу. Это вот к вопросу про рожки и ножки. Мы с вами разговаривали. А вот это мы из сока делаем, в котором мы ферментируем нашу свеклу. Вот. Ну, сейчас мы сюда вставим вот эту бумажку. Так. Сейчас. Секундочку. Здесь у нас урышки. Бумажки. Насколько быстро должно быть блюдо, подано после заказа? У нас 15 минут заложено. На любое блюдо? На любое блюдо. Что происходит, если блюдо задержалось? Ну, если сильно задержалось, мы угощаем гостя. Что-то еще стоит. Сильно это на сколько? Ну, типа 10 минут угощаем. Так, все. Одно ушло. Пять минут? Ну, по-разному бывает. Ну, это я быстро сделала. Ну, как бы, смотрите, норма. Понимаете, тут слишком быстро подавать тоже неправильно. Потому что, ну, вот смотрите, вы сидите, кушаете, да? Вы сели, разговариваете. И вот мы вам начинаем метать одно за другим. А у нас, бывает, гости приходят и заказывают все закуски в порядке очереди. Вы, например, еще не доели одно или ваш партнер не доел что-то, а мы вам уже следующее принесли в стол. Ну, это же бред. Поэтому есть определенный вот этот вот 15-минутный все-таки тайминг, который должен соблюдаться. Вы помните, как вам пришла вообще идея, что вы хотите готовить, готовить профессионально на кухне в ресторане? Где-то в 38 лет. Получилось как? Ну, во-первых, у меня случилась вот эта болезнь, да? Уже произошло как бы такое осознание. Во-вторых, у меня выросли дети. И у меня появилось свободное время. И плюс мне, я полностью вот до этого времени посвятила себя такому капиталистическому опыту зарабатывания денег. То есть у меня уже все было, мне было все понятно, но это была рутина. Мне было творчество. И мне хотелось что-то другое. Я искала свой путь. Я хотела быть счастливой на работе. Прямо реально счастливой. Я хотела, чтобы мне работа давала энергию. Чтобы я каждое утро просыпалась. И это был такой бесконечный, знаете, процесс творчества. То есть вот здесь у меня получается абсолютно такой в 3D масштабе творчество, да? Такая живопись, скульптура в одном и том же. Плюс еще добавляется вкус, цвет, эмоция гостя, какой-то сторителлинг. Вот. И определенные текстуры, определенная философия. Мне это очень интересно. И это делает меня счастливой реально. Когда-то в 38, наверное, 39 лет я начала об этом задумываться. И так как я работала, ну, связана была с ресторанами очень долго, у меня был огромный опыт накопленный, положительный, хороший, правильный опыт. Поэтому кухня. Ну, плюс я люблю поесть. Мне нравится. Я люблю путешествовать. Мне нравятся разные кухни. Я очень много знаю разных кухонь. Многократно была в Японии, в Азии. Вообще мои любимые страны, кстати. Опять же, можно заниматься, знаете, 10 лет одним и тем же. Но если у тебя нет к этому способностей, ты никогда не будешь в этом первой. А в чем ваша суперспособность? Ну, именно на кухне суперспособность. Ну, да, ваша профессиональность. У меня хорошая рука, я соусник хороший. Плюс у меня хорошее видение тарелки, потому что я художник. У меня есть бонусы определенные. Насмотренность. Во-вторых, начитанность. В силу того, что рестораторы же на самом деле очень хорошо разбираются в кухне. Всегда. Потому что прежде чем создавать какой-то концепт, мы изучаем кухню, изучаем, предположим, регион, смотрим, дегустируем, отсматриваем шеф-поваров и так далее и тому подобное. То есть вот этот весь багаж, это же только в плюс. Оставалось, ну, понятно, да, с творчеством, с придумыванием. Ну, в этом я вообще всю жизнь занимаюсь. Оставалось только одно, да, научиться готовить. Да, то есть, ну, понятно, не на домашнем уровне. И я решила попробовать. Я попробовала, у меня начал получаться. А когда у тебя что-то получается, ты получаешь обратную энергию, да. Ты, например, 10 человек готовят, да, у тебя вкуснее всего. Ну, это же классно, классно. Или ты готовишь, и гостям нравится. Ты получаешь обратную связь. Вот мы здесь таким образом расположены, что нас так не найдешь. Мы не на улице, не на проезжей части. И весь наш именно экономический успех, если не брать, там, какие-то вот истории, которые, я считаю, бонусами прилетели, там, в виде Мишлена, там, или еще чего-то, он обусловлен тем, что, я считаю, тем, что мы вкусно готовим. Потому что если бы мы невкусно готовили, эти люди бы к нам не ходили. Им тут есть куда сходить. Правда ли, что если вы видите скидки в ресторане, это не к добру? Ну, давайте так скажем. Я не верю в скидки в ресторане. Почему? Я считаю, что введение бургеров, что еще обычно будет? Покупка новой мебели, постановка диджея, постановка... Знаете, да? Понимаете, да, к чему я веду? Потом скидки, счастливые часы, там, чего-то еще. Три коктейля по цене одного. Ребята, готовьте просто вкусно ваше меню, не задирайте цены, и все будет у вас счастье. Ну, что здесь к добру? Бывает, на самом деле, такая история, когда это изначально, да, ну, изначально маркетинговая стратегия. Но вы же не будете в себе в убыток работать. То есть, если есть скидка, то есть накидка. Вы понимаете, у меня некоторые блюда с 40% себестоимости. То есть, если я вам дам 50% скидку, то что? Я даже персонал не отобью. То есть, каким образом строится модель? Ну, плюс-минус, да? Есть там 4 составляющих. Есть себестоимость блюда, есть стоимость персонала, есть у нас, ну, или нет аренда, или переменная, или постоянная, или, например, есть помещение в собственности, амортизация, все равно люди учитывают, да, стоимость помещения. И дальше есть ебеда. Соответственно, мы говорим о том, что ресторан берет, например, и лишает себя ебеды. Давай следующий, Татакин. И лишает себя ебеды. Вы вот верите? Это что? Это, как называют наши дети, у нас вот, на самом деле, сегодня их нет. Здесь работает моя дочь и сын нашей гости постоянной, Варя и Дима. Вот. Они называются сообщасти. Серьезно. А вообще, на самом деле, это три части утки. Это они и есть, они у нас такие шарики. Вообще, изначально, первый человек, который придумал таким образом работать с текстурами, с мясом и так далее, был Хестом Лименталь. Он первый сделал мясной фрукт, да, взял мясную составляющую и сделал сверху какой-то оболочкой. Здесь у нас пейринг смородины, здесь облепиха и здесь молоко и бобы тонкое. Это все приготовлено заранее? Вот, все. Вот видите, смотрите, тут, ну, вообще вся нормальная кухня. Вот сюда я еще добавляю лук фри. К сожалению, заранее замешивать не получается, потому что иначе тогда он впитывается и нет вот этой разницы в текстур. И когда вы это перемешиваете, получается, знаете, такой эффект, наверное, инжира сушеного. И вот здесь вот чисто женская такая деталь, мне нравится. Мне давно все издеваются. Золотишко. Все гости издеваются, просто сальное золото, но я совершенно настаиваю на том, что оно здесь хорошо смотрится. Вот у нас запчасти утки. Я люблю это блюдо. Оно так вагами. Парфе, риет и паштет. Паштет из сердечек, парфе из печени и риет из мяса, из ножек и ручек. Вас, кстати, удивило решение, Мишель? Ну, как сказать, удивило. Я даже не знаю. Я вообще вот об этом не думала. Мне как-то... Мне, честно говоря... Вот меня, знаете, что сейчас заботит? Меню новое ввести, шеф-тейбл построить, как оранжерею там посадить, чтобы все нормально выросло к лету, чтобы я могла летом там шеф-сет запустить. То есть я не думаю об этом. Я думаю, больше для меня... Это же мое? Это маленькое частное предприятие. Надеяться тут не на кого. У нас нет там инвесторов, у нас нет спонсоров. Мы все делаем сами. А прибыльный бизнес? Прибыльный. Сам начал был прибыльным. Я построила этот ресторан абсолютно в непривычной для себя парадигме построения бизнес-процессов. Первый раз в жизни я так сделала. И вдохновилась я ресторану своего друга. Арслана Бердиева, Бердж. Я посмотрела на него, послушала, и вдруг поняла, что главное не пиар, и вообще это не важно, и не реклама, это вообще не важно, и не маркетинг, а главное продукт. И не стулья. У нас очень простая мебель. Ну вот, то есть, вот это вот буквально стены крестьянской избы. Это пол. Вот этот стол, там, не знаю, 8 тысяч рублей. Его здесь сидел. У меня там наверху, если подняться, там, столярная мастерская сейчас. Ну, потому что мы делаем столы уже сейчас на шеф-тейбл, просушиваем дерево там и так далее. Вот эти стулья, это бывшие стулья из Чайханы. Полторы тысячи рублей. Все счастье не в этом, не в золотых, там, не знаю, стильная экология. То есть, вот мы сидим, вот должно приятно сидеть. То есть, должно быть приятно провести по креслу. Ничего не должно напрягать. Обратите внимание, как здесь, вы сидя в этом зале, не видите тот зал. А сидя в том зале, вы не видите этот зал. У нас, например, самые статусные гости любят вот этот стол, 23-й. Вот тут, в уголочке. Кто был вашим самым статусным гостем? Нам некорректно будет говорить. Ну, скажем, такие товарищи. Разбирающиеся в еде. Разбирающиеся в еде? Сильно разбирающиеся в еде. Я думаю, может быть, даже инвесторы многих наших известных ресторанов в том числе. Рапопорт был, кстати. И порекомендовал своим партнерам. Они пришли, сказали, что он редко рекомендует чужие рестораны. Вот им очень понравилось. Они присидели почти целый день. Я даже им домой пасту готовила. Дяденьки такие приятные. Вот. А вы как-то дружите со всеми рестораторами? Какие у вас вообще с ними отношения? Ну, значит, дружим. Мы так немножко обособлены. Я дружу с ребятами-шефами. Наверное, с рестораторами, ну, как, значит, дружу. Я их не знаю никого толком. Ну, как мы знакомы опосредованно, да. То есть, я знакома с Аркадием Анатольевичем. Мне он больше всех нравится. Он взял вас на работу, да? Да, ну, не то, чтобы не... Я еще раз говорю, да, слава богу, дай бог. Его могло, он с ним взял, а он меня не взял. Дай бог ему здоровья. Классно получился у него и у меня, между прочим. Я просто к чему клоню? Когда вам дали звезду, вот это вот наше сообщество рестораторов, оно это восприняло немножко... Эффект черного лебедя. Немножко так вот, штыки. Слушайте, но... А вы знаете, такая интересная история, ведь это не Олимпиада, и звезд не было три. Меня не отобрало ни у кого звезду. Они просто ее не получили. Почему они так восприняли? Ну, человеку уже всегда проще оставаться в зоне комфорта. И я всегда смотрю, например, на себя. Что у меня не так? Ну вот, да, для того, чтобы исправить. Мне абсолютно без... От того, что у кого-то что-то так или не так, моему гостю это безразлично. И мне это безразлично. То есть я всегда соревнуюсь с лучшей версией самой себя. Никогда не соревнуюсь с внешним миром. Это очень правильный постулам. От этого я всех люблю. Я с большим уважением отношусь к Зарькову, например, Борису. Мне очень нравится то, что он делает. Я обожаю творчество Володи Мухина. Вне зависимости от того, что они думают про меня. То есть мне ни горячо, ни холодно. Я с огромным уважением отношусь к шеф-поварам, совершенно спокойно отношусь к рестораторам и к их творчеству. Ну, спокойно абсолютно. То есть, ну, окей, хорошо. Ну, ресторатор. Ну, я просто даже... У меня даже нет времени посещать чьи-либо проекты там. Не ходите? Ну, некогда, честно. Потому что я постоянно готовлю, постоянно на раздаче, постоянно пробую. И мне нужен отдых от еды. То есть свободное от работы, от рабочего поедания еды и пробывания времени я стараюсь есть очень простые вещи. И, коль скоро мне нужно что-то пробовать по работе, у меня есть определенный список ресторанов, которые мне очень хочется посетить, которые я готова посещать постоянно, бесконечно. Это Мугариц, это Эльса Лерканрока, это Миразур, это Дисрутар. Просто вообще. Вот. Ну, понимаете, если у меня есть возможность, я лучше скомпоную свои выходные. И самое смешное, что меня еще там угощает, то есть это еще и выгоднее, грубо говоря, чем мне ехать в Москву, например, да. Вот мне, например, чтобы пойти в красоту, мне надо потратить, я не знаю, сколько там сет стоит, 15 или 20 тысяч. Я не пойду. Ну, я не готова 20 тысяч потратить за еду, честно. А на что вы тратите деньги с удовольствием? Я? На что я трачу деньги? Блин, мне их некуда тратить. Не знаю, я на массаж хожу. Знаете, куда я вообще трачу деньги? Сейчас вам скажу. На подарки людям. На массаж я трачу деньги. Вот свой выходной. Вот я, знаете, на что с удовольствием, например, потрачу? Сейчас у нас посев начинается, вот сейчас надо сажать перцы, и я так чувствую, что у меня будет выезд, у меня есть в Мюнхене любимое место, я не знаю, как я туда проберусь пока, у меня нет этой прививки, в Файзер, или как оно там называется. Ну, вот у меня рейд за семенами. Вот тут я сейчас буду, вот это я буду сейчас транжирить со страшной силой. Вот на такое, да. Вот на еду. Например, у меня было, я готовила для посла обед. Черная страница в истории называется. Моих сушефов мы были. Я мечтала покормить посла Россию. Я не знаю, что это такое за бзик был. Мне сказали, что это невозможно, ты просто вот летишь, выступаешь и как бы все. Но я так, и тут на мое выступление приезжает посол России. Я не знаю, как я узнала в первом ряду и все было выступление было для него и его супруги со сцены. И в конце он со мной подошел познакомиться и говорит, Екатерина, а вы не хотите в нашей резиденции сделать обед? Ну, понимаете, да? Да, я хочу, у меня есть все заготовки. Но я решила что-то еще сделать и меня запустили в магазин продуктовый. Вот тут отдел рыбы, креветок, там просто бюджет поплыл. Вообще, меня оттуда не могли. Знаете, как рыба прилипала, туда прилипла, к этому витрине, к этой. Ну, это было ужасно, мне не хватило денег на кассе. Ну, вот такие вещи. Короче, семена, растения, кухонная техника, ножи и еда, продукты. Вы строгий начальник? Я строгий. Я что вы увольняете? Вы знаете, я могу простить разные вещи, да, то есть, ну, в том числе какие-то ошибки. Я понимаю, да, что, ну, люди могут, людям свойственно ошибаться. ну, наверное, вот если я чувствую, что человек не наш, команда работает, и человек не в команде, или человек, не знаю, такое слово, хочется сказать, гнило его потребить, но, наверное, непорядочный, да, и вот, потому что здесь мой дом. Вот здесь мой дом, и здесь ничего того, что идет в разрез с моими моральными принципами, быть не может. За что еще? Воровства у нас не было, пьянства у нас не было, ну, опять же, как здесь возьмется, я здесь каждый день. А вы прям каждый день? Каждый день. Без отпусков, без выходов? Я была в отпуске последний раз, три дня, это было, я прям помню, это было в Турции, а потом меня пригласили на фестиваль тартаров, и я ответственный человек, побыв три дня в Турции, приехала в Москву, да, проводить фестиваль тартаров, и потом еще слетала обратно вернулась в Турцию, отвезла ребенка на один день. Все. Это что такое за блюдо? Это татаки. Здесь триплоин, дайкон и грибы. Правда ли, что рестораны друг у друга переманивают поворот? Воруют практически. Вот, знаете, мы не переманиваем, нам смысла нет, реально. Потому что у нас все, кто приходили, как правило, ну, год, наверное, уходила на то, чтобы научить. Каких-либо людей случайных, да, мы сами готовы отдать. Ну, вот я, например, сейчас уволила повара, да, я прям уверена, что он уже где-нибудь работает, портит там продукт. Я вообще считаю, знаете, вот, очень важно, чтобы человек, который готовил вам еду, хотел ее вам готовить, потому что в этом весь секрет. Потому что если повар стоит на своей работе просто потому, что ему, он тут, например, его всему научили, а там ему на 500 рублей больше заплатили, ну, во-первых, это не очень хороший человек, да, во-вторых, он, ну, как бы все-таки на работе ради денег. А, как бы, все-таки еда, это, наверное, про энергию больше. Это про то, что я делаю, я вот с вами разговариваю, делаю, мне нравится, мне прям красиво, я довольна, мне нравится все красиво, все симпатично, человек тартар. То есть шеф-повар отсюда переманить сложно, потому что это я. Попытки были, кстати, меня предлагали. Приходили там от рестораторов, от наших там топ-5, скажем так, известных фамилий, мы вам там под вас построим, думаю, там два ресторана строятся под вас. Я говорю, окей, хорошо, я говорю, знаете, есть один нюанс. Какой? Я говорю, здесь я инвестор, я говорю, у меня сложно очень, у меня, я говорю, инвестор против. Чтобы Алёхина уходила из биологи, поэтому... Ну, то есть люди не верят, что здесь нет инвесторов, они пытаются что-то как-то своими стереотипами мыслить, а реально, кто меня у меня переманит. Ну, смешно. Здесь заправка манго-маракуйя вместо, в общем-то, привычного лимона и масла. Вот это такое блюдо, которое мы делаем ради гостей, то есть оно в меню остается по просьбам трудящихся. Я чувствую, оно долго нас еще не покинет. Авокадо, да, вот какое отношение имеет к локальности? Вообще никакого, вообще никакого ровным счетом. В каждом ресторане со смешленовской звездой в России вы найдете авокадо. Зуб дают. Даже с зелеными. Вам вот в любом, вот правда, во всех. Ну, неизбежное зло. У нас тут гости наши постоянные, родные, которые еще до этого Мишлена у нас были, и они ходят, и они любят это блюдо, и они хотят есть это блюдо. А я им скажу, знаете, вот у нас, они с собой мне принесут это. Как же вам тогда зеленую звезду дали? Авокадо не было в тот момент в меню? Нет, ну, авокадо, слушайте, а зеленая звезда-то, она же не за отсутствие или присутствие авокадо. А как зеленую звезду в Сингапуре дать, если там все не локальное? Во-первых, нет четких нормативов пока у Мишлен, но есть определенные правила, то есть, как, собственно, сам Мишлен комментирует, они говорят то, что каждый ресторан зеленой звездой отличается друг от друга. И важно, чтобы ресторан инициировал и следовал определенным экологическим практикам, экологическим инициативам. У нас тут вот куда ни плюнь, везде экологическая инициатива. Поэтому грех с авокадо, но... Грех с авокадо. Грех с авокадо, да. Сейчас еще ферментация я увлеклась, хана все. У меня вот эти камеры, банки, склянки, коджи, проращивания. А знаете, почему ферментации? Потому что я поняла, что таким образом, помимо этого компоста нашего волшебного, который приморозился зимой, и теперь я хожу, побираюсь, кстати, если кто-то будет смотреть из гостей, господа, если вы хотите помочь биологи, купите, пожалуйста, нам компост, я буду использовать его для всего комьюнити, ресторанного, я дам всем туда складывать мусор. 12 тысяч евро стоит. Просто компостирование сырых остатков у нас работает, а компостирование вареных остатков, да, но у меня кости, собаки кости уже есть не могут, но рыбные кости, ладно, куры едят, да, их можно куда-то пристроить, но есть, в общем, остаток, от гостей у нас не остается ничего, ноль, у нас самые чистые тарелки, ну, во-первых, оптимальные, кстати, я поэтому шеф-сет не ввожу сейчас, не шеф-сет, а вот этот большой дегустационный сет, потому что я считаю, что, ну, разумное потребление и огромный сет, вещь несовместимая, господа, и это все выбрасывается в помойку, а это труд поваров, это продукты, о чем мы говорим, о каком разумном потреблении, если мы нарушаем тут же всю эту историю, почему нельзя сделать либо маленькие порции, и что это за такая тенденция, почему обязательно, например, в Мишленовском ресторане должен быть сет, кто это сказал, что за бред, ну, я не люблю заниматься, это не будет, будет, я хочу всех расстроить, я же в тейбл будет, к сожалению, уже очень скоро, у вас есть какие-то планы, сделать еще какое-то количество ресторанов? Нет. Вы себе не представляете количество предложений и инвесторов, которые ко мне приходят. То есть вы об империи не мечтаете? Ну, знаете, никогда не говори никогда, но порассуждаем, для чего мне это? Ну, чтобы что. Я не знаю. Учитывая то, что у меня нет времени, ну, какой должен быть мотив? Еще один такой же биологи я не создам, такой бывает раз в жизни. Я еще здесь не все сделала, мягко говоря. То есть у меня в планах другое, у меня в планах агрокомплекс, концепция The Waste. Через какое хозяйство пойдете? Ну, для себя, да, потому что мне, например, вот мы были у меня на участке, мне хватало, когда мы же тут доставили столов в результате, потому что были скандалы, серьезные. Нам пришлось стулья с летней верандой вообще. И нам хватало, у нас было 30 посадочных мест, две посадки в день, и нам совершенно хватало, там, знаете, зеленушечка, тудушечка, там что-то у бабушек купили, что-то сделали. Я же понимаю, что сейчас этим летом у меня в огороде он закончится просто за неделю. Это как грибы мы собрали. Мы поехали в Ярославль, собрали 100 килограмм грибов. И вы знаете, я думала, мне хватит на всю зиму. Да за неделю съели все. Бульоны еще там какие-то остались, остатки, и эти кочерыжки, там ножки на фарш, которые, видимо, на персонала скормили. Невозможно. Ферма будет строиться долго, я думаю, что там, на самом деле, большая очень концепция, она с под эгидой и при помощи нашего там правительства подмосковного, вот, и всяких разных экологических структур. Но речь не об этом. Мне часто задают вопрос, где ваша ферма? А ваша зеленая звезда? А откуда ваши продукты? Не, конечно, безусловно, я утро начинаю зимой с того, что я хожу и выковыриваю морковки снеговиков и готовлю потом из них салат. Из локальных морковок. Я видела другой вопрос, что у вас есть в меню осьминог, а он-то где здесь водится? Он вообще в Мурманске водится. Кстати, его нет в меню. У меня нет в меню даже салата с помидорами. Потому что прошел сезон, вот. Мы на самом деле некоторые продукты привозим, например, кильку у нас из Калининграда приехал. Чтобы она была свежей, ее нужно везти самолетом. Да, ее нужно везти самолетом. Вот тут есть некоторый диссонанс, но у нас, вот так, если взять меню, у нас же, как вот, понимаете, летом 200 километров соблюдать легко. Зимой проблематично. Ну, проблематично. Ну, в общем, да. Да, то есть есть у нас замечательная ферма Рябинки, и есть замечательная ферма М2, которая работает в экоформате. Но вот мы, например, пришел ко мне дяденька, который абсолютно в зоне сустейнабл сделал такой проект с улитками Псков. Он на своих ногах, руках привез мне этих улиточек. Он прям перерабатывает, ему сдают вот эти улиточные коробочки, он их правильно умерщвляет, они у него засыпают, они дикие. Он их собирает только после того, как юбочка загнулась, и улиточка, значит, оплодотворилась. Ну, вот реально прекрасный мужчина. Я понимаю, что ему помощь нужна. Ну, помощь финансовая, и он первым делом говорит, а можно я, мы еще не начали работать, а можно я напечатаю пост, что мы с вами работаем? Я понимаю, что это ему даст клиентам. И вот тут, смотрите, дилемма. Если будем говорить про ESG, он дальше, чем 200 километров. То есть карбоновый след. Но ведь же есть еще социальная помощь. То есть я могу тянуть на себя одеяло, и у меня есть сейчас этот ресурс, и взять, например, все со своей фермы. А я была урока, и я очень долго с ними беседовала. И они мне такой классный вещь сказали. Они говорят, видишь, у нас вот тут огород, мы часть здесь выращиваем, но мы работаем с фермерами, и мы помогаем региону, и мы про них рассказываем. Я нашла ребят, они занимаются мясом. У них вагончик, вообще тотальный энтузиастный, по 180 дней мясо это выдерживает. И я понимаю, что взяв их мясо, которое мне невыгодно, я сама могу здесь выдерживать это мясо, и вот сейчас, сделав пост про них, я дам им клиентов. Но они, правда, в 200 километрах. То есть есть два варианта. Все делать самой и говорить, я Кинг-Конг, тянуть на себя одеяло. Или второй вариант, взять подрядчиков и не делать все самой, и не тянуть на себя одеяло, а сказать, вот есть такой прекрасный улиточник, да, и помочь ему. Вот бутылки мы делаем. Да я могу сказать, мне все поверят, что это я сейчас что-то придумала, но это не я придумала. Я поехала к ребятам, они мне рассказали, как работать с бутылками, потому что я до этого чего только не делала. И сейчас ко мне придут, я скажу, ребята, нате, берите, пользуйтесь. Вот у меня сейчас, например, мы собираем свой мусор, но мне не хватает пластика, потому что мы моем пластиковые коробочки из раза в раз, используем многоразовую одноразовую посуду пластиковую. Ну, серьезно, да? То есть если зайдете у нас на кухню, у меня там, как у бабушки, будет сушиться зелень, там будут, значит, коробочки, мы даже вот нам что-то приходит, да, в какую-то коробочку, мы ее моем, дезинфицируем, еще раз используем. Ну, это правильно. Для заготовки, для своей. Ну, вот, понимаете, это назвали zero waste, но простыми словами это маленькая домашняя хозяйственная баба. То есть у вас натуральная хозяйка. Натуральная хозяйка. Просто, ну, тетка, которая как бы привыкла вести хозяйство домашнее, вот тут у меня немножко разрослось, да, тут у меня такая большая гостиная, вот, и я тут принимаю гостей. Но я также, как такой домовенок, слежу вот за этими вещами. Как дома, так и здесь. Опять же, мы работаем с отходами. Мне невыгодно покупать, например, грубо говоря, стейк ради стейка, да, то есть такая, как это, гастрономическая каннибализация называется, насколько я знаю, есть такой термин. То есть нам выгодно взять отруб, потому что у нас обрезь идет на фарш, который ест персонал, а стейк мы вырезаем так, как нам надо, да, или идет, например, там на варку бульона, предположим, да. То есть это называется просто, не знаю, наверное, циркулярная гастрономия или кросс-заготовки. Ну, с простым нормальным языком человеческим, да, вот не выпендриваться, вот это сустейнабилити, зервейст, циркуляр гастрономии. Я когда построила биологию, я не знала, что это такое, вообще честно. То есть вообще абсолютно интуитивный, просто хозяйственный подход. Мне, честно говоря, кажется, что когда вы говорите, что кости идут туда, филе идет сюда, стейк вы вырезаете, обрезки вы используете для бульона или для чего-то еще, это, ну, в принципе, так работает экономика любого ресторана. Я не права? Нет, я не права. Это очень геморрой. Но вообще работать с мусором, вот если я вам сейчас покажу нашу табличку работы с мусором, там будет 20 пунктов. 20. У нас копятся бутылки. Мне, например, привозят кофемания, пластик, в отдел второй этаж, там все светильники будут из мусора. Но мне не хватает пластика своего. А из бутылок тяжеловато получается. То же самое с отходами. Им невыгодно, понимаете, у них есть фабрика-кухня, им у них приходит уже готовый продукт в каждой упаковке. То есть это такая история большим ресторанам для того, чтобы поддерживать качество, они не могут в каждом отдельном ресторане перерабатывать продукт. То, что у них поплывет качество, это будут большие затраты на персонал и так далее, и тому подобное. А для нас, наоборот, нам держать фабрику-кухню невыгодно, потому что нам выгоднее делать все здесь на месте. Разные экономические модели, понимаете? Ну вот представьте себе, да, какое количество поваров им надо держать. А если там еще обороты, то есть тут никакой ночной заготовки не хватит. Поэтому им выгоднее взять уже какую-то готовую историю, чем с ней работать. А нам наоборот. Ну и плюс, конечно, у меня меню так построено. То есть у меня меню построено таким образом, что ножки и рожки можно проследить, следить там, знаете, до нуля в меню. Путь ножек и рожек. Да, пусть ножек и рожек в меню. Биологи. Вы о чем мечтаете, скажите? Я мечтаю, наверное, не сбиться с этой дороги. Не отвлекаться, идти вперед. Продолжить свой путь. Остаться верной себе. Мечтаю, чтобы мои дети были счастливы, когда женятся. Мечтаю, чтобы у меня было много внуков. Серьезно. Но если так локально, ну вот я сейчас мечтаю, у меня бзик с этой фермой. Именно не с фермой, а именно вот с экологическим кластером, чтобы там у меня все вместилось, все, что мне нужно, чтобы там были у меня пчелы. Я мечтаю привезти сюда буйволов, потому что мне очень нравится сыр с буйволиного молока, а он под санкциями. Ну вот, да, тоже такая, такой нюанс. А мне нравится этот сыр, мне хочется с ним работать. Мне нравится, как томаты с ним перятся. То есть вот такие мечты смешные. Поварские. А так, не знаю, там... А вот этот экологический кластер вы строите на свои деньги? У вас есть инвесторы или что? Нет, нет, без инвесторов. А зачем инвесторы? Объясните мне. Вот я не очень понимаю вот эту вот историю, да, шефы, которые жалуются на инвесторов, при этом сами не вкладывают деньги в свои рестораны. Какая проблема взять банковский кредит? Объясните мне, пожалуйста, сейчас. Ну, вот в чем? Вот у нас, например, абсолютно белое предприятие, да? Мы платим все налоги, мы платим официальную аренду. У нас хорошая, отличная кредитная история. У меня очень много гостей, у которых, ну, которые, так сказать, гендиректора, члены совета директоров наших банков. Я вас уверяю, я просто, ну, вот выйдя в зал, найду себе кредит. Ну, для чего мне инвестор? Ваша публика – это банкиры. Ну, не только банкиры, почему разные люди ходят, но в том числе люди, которые занимаются банковской деятельностью. Я вижу для себя развитие посредством привлечения банковского кредита. Я считаю, это абсолютно нормальный европейский подход. И считаю, что это дает мне степень свободы. То есть я совершенно спокойно выплачиваю кредит, а так я отдаю деньги инвестору, но остаюсь с ним на всю жизнь. А так я отдаю кредит и остаюсь сама с собой, при этом сама себе хозяйка. Поэтому, если, ну, ты настроен серьезно на бизнес, то зачем тебе инвестор? Ну, если ты в себе уверен. То есть ты готов рисковать чужими деньгами, но не своими? Примерно так. Ну, не наш. Не наш. Ну, какого размера кредит вам дадут? Вот здесь у меня кредит 15 миллионов был. А, то есть вы брали кредит на это? Здесь кредит на ресторан. Отдали уже? Под залог дома. Ну, осталось чуть-чуть. Я сейчас выплачиваю кредит и потом планирую взять следующий. Нормальная такая, американская. На ферму. На ферму. Я хочу, реально. Я хочу хозяйство. Все. Спасибо. Пожалуйста. Попробуйте. ПО trongпят. ПО trongпят. Редактор субтитров А.Семкин